И у нас сегодня продолжение обзора книги Откровения и четвертая серия. Книга Откровения, четвертая серия. Давайте прочитаем с вами несколько текстов из Священного Писания книги Откровения. Первая глава с девятого стиха. Вот что пишет Иоанн. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник скорбей и царствий и терпений Иисуса Христа, был на острове, называемый Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Асии и Фесии, и в Смирне, и в Пергаме, и в Фатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладаокию». Я обратился, чтобы увидеть, чей голос говорит со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников, а посреди семи светильников подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персням опоясанного золотым поясом. Ну, что ж сказать, давайте посмотрим, о чем идет речь здесь. Первое, что мы видим, Иоанн говорит, я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорбе Христовых, в его царстве. Мне нравится при чтении книги «Откровения» представлять эту книгу в виде такой, знаете, как газеты. Газеты, которой репортером является Иоанн. У нее есть главный редактор, у нее есть сотрудники, и Иоанн является одним из этих сотрудников. У нее есть конкретный читатель. Мы видим, что здесь Иоанн является вот этим репортером, который ведет репортаж. Именно репортаж, исходя из тех исторических событий, которые происходят в тот момент, тогда и там. У нее есть конкретный читатель. Смотрите, здесь написано «находящимся в церквях Васии». Это Ефес, Смирна, Пергам, Фатирас, Абдис, Филадельфия и Ладокия. Все эти церкви являются теми, кто должен получить эту газету. Они подписались на эту газету. У нее есть тот главный редактор, где сказано «я есть Альфа, Омега, Первый и Последний», то есть Иисус Христос. Он главный персонаж. Все события вращаются вокруг него и его персоны, вокруг того, что он сделал. И Иоанн должен в первую очередь преподнести вот эту фотографию того, кто на первой странице этой газеты. И он описывает, дальше мы будем с вами читать, описывает этого главного героя этой газеты, о ком идет весь репортаж. И мы, когда будем читать описание Иисуса Христа, именно зрительно мы должны представить непосредственно, какой есть Иисус Христос. Как на фотографии, как он выглядит. Наверное, это самое подробное описание Иисуса Христа, конкретно персонифицировано, какой он есть. Потому что нигде вы, даже читая 4 Евангелия, вы не увидите, какого цвета у него волосы, какая у него борода, какая у него одежда, еще что-то. Какие-то есть маленькие заметки. Но здесь Иоанн описывает именно Христа. Да, уже воплощенного, да, уже, ну не то, что воплощенного, а уже его тело преображенное, да, исходя из того подвига, который он совершил. Давайте посмотрим, кто является вот этим главным репортером. Иоанн говорит, я брат ваш, брат верующих тех из семи церквей. То есть, он говорит, я вместе с вами. Он скажет, я соучастник скорбей верующих. И слово соучастник, это интересное греческое слово соучастник. Потому что, например, у нас есть такое слово, как соработник. Сун энерго. Да, слово энерго, это работать, трудиться или именно вырабатывая при этом, то есть отдавая при этом силу, энергию. Здесь же он соучастник, как человек, который участвует в некоторых событиях. И используется слово Сун Кайнаниос. Слово Сун, это означает совместно. Кайнаниос означает, или от слова Койне, есть вместе, разделить совместную трапезу. Помните, когда-то апостол Павел скажет, ни одна церковь не дала мне подаяния, не приставила мне руку участия. И как раз от слова участия речь идет, ни одна церковь не разделила со мной трапезу. Ни одна церковь не разделила со мной стол, за которым мы могли сесть и вместе поесть и пообщаться. И вот здесь Иоанн говорит, что я являюсь тем, кто соучаствует в этой трапезе, в совместной трапезе братьев и сестер этих семи церквей. Что же это за трапеза? Трапеза страданий и скорбей. Я соучастник скорбей ваших. Представьте себе вот эту картину, где Иоанн сидит за этим столом и он вкушает страдания, гонения за Иисуса Христа. И слово гонение или угнетение здесь сказано, это давление или гнёт, как груз, который стоит над чем-то и давит на объект давления. И вот здесь Иоанн говорит, что вот этот груз гонений и давлений находится на мне и я разделяю его точно так же, как и вы разделяете его. Я соучастник, соучастник этого гнёта и давления. Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, вот этом гнёте и давлении. Однако у этого гнёта есть и действие. Я соучастник и в царстве, в царстве Иисуса Христа. Он говорит, что я не просто переживаю гонения, но всех нас ожидает величайшее событие, царство Божие, которое ждет нас. И Иоанн говорит, что я, находясь в духе, в день Господень, я видел то, что происходит в этот день, находясь в духе, в день Господень. Но что за день Господень? Ну, у нас приводится как воскресный день, на самом деле это день, который принадлежит Господу. И здесь нужно рассматривать не только ежесекундно, что это за день, понедельник и вторник, но в первую очередь нужно рассматривать эсхатологически, исходя из последнего времени. То есть Иоанн находится в духе и в то же самое время, находясь в своем времени на Патмосе, в своих гонениях и страданиях, в то же самое время он видит день Господень. Он видит события, которые вращаются вокруг Господа. Вот это вот эсхатологическое событие. Он говорит, я ем страдания за одним столом вместе с вами, хотя и нахожусь на Патмосе. В то же самое время мы видим, как Иоанн называет себя свидетелем за свидетельство Слова Божьего. Он свидетель, он репортер, он и свидетель, очевидец всего этого. И опять же используется вот это слово Мартюриан, свидетельство, которое связано с верностью в момент гонений. Другими словами мы видим, как Иоанн здесь представляет себя самого как достойного человека, который достоин сделать вот этот вот репортаж о происходящих событиях. Конечно же Иоанн это тот апостол, который участвовал в земных событиях Иисуса Христа. И здесь ему достаивается самим Господом величайшая честь еще при жизни увидеть те события, которые происходят на небесах, здесь и сейчас, во всякое время, которые были, есть и будут. И сам главный редактор Христос считает его достоин, потому что в конце мы увидим, как он кладет руку на плечо и говорит, встань, иди, пиши то, что тебе будет, не бойся. Кто этот Иоанн и когда это было, ну как уже было сказано, что был в духе в день воскресный или в день Господень, правильно читать так, никакой не воскресный, а в день Господень. И слышал посреди себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу. И пошли церквям, находящимся в Асе, в Ефесе, в Смирнов, в Пергам, в Фатиру, в Сардис, в Филадельсию и в Адаокию. Иоанн говорит, я был в духе. И эта фраза обозначает то, что пророк находится в состоянии вдохновения, а не какого-то экстаза. Он, Бог, Бог дает ему откровение, и Иоанн находится вот в этом, в духовном состоянии, в духовном переживании, видя это откровение. И в этом духе, да, в духовности этой он видит те события, которые происходят. Это не выдуманные события, в то же самое время они реальны, хотя они и в духе, но они реальны. В день воскресный или в день Господень, в день, который принадлежит Господу. И как я уже сказал, день Господень, в эсхатологическом смысле, это тот день, который пророк увидел, как зритель своими глазами, наблюдающий сцены страшного суда, о которых мы будем говорить позже. И слышал позади себя громкий голос, как бы трубный. Здесь обозначение, что звук это вот чистый, громкий, трубный звук, сигнал, благодаря которому воинство должно сейчас понять приказы командира и действовать, исходя из тех звуков, которые происходят, и двигаться исходя из тех приказов, которые дает им командир. И вот здесь Иоанн говорит, что я слышал его голос, голос Христа, как голос трубный, призывающий его внимание, внимание Иоанна, и говорящий о том, что скоро произойдет приказ, который Иоанн должен будет беспрекословно выполнить. И вот этот голос говорит следующее, я есмь Альфа и Омега, первый и последний. Вы ведь помните, что до этого мы говорили о том, что этот атрибут Альфа и Омега касается Бога Отца. Он начало и конец, Он первый и последний, Он есть сущий. В то же самое время этот же атрибут приходится к Сыну. И мы видим, как Иисус Христос является единосущным Отцу. Он с Ним вместе имеет одинаковую сущность. В богословии это называется термин единосущность. То, что видишь, напиши в книгу. И пошли церквям, находящимся в Асии, в Ефесе, в Смирно, Пергамону и другим церквям, которые там описаны. То, что видишь, напиши. И вот здесь графе призывает к специфическому действию с оттенком срочности. Ты должен сейчас же, то есть приказываю тебе сейчас же, отправляйся на поле событий, на поле битвы. Сядь там в окопу и опиши те события, которые происходят. Опиши то, что ты видишь. Опиши то, что есть, то, что происходит. Будь вот этим вот репортером. И вот мы видим первое видение. Первое видение это, что мы видим в первой части с 12 стиха. Ну, давайте прочитаем. Давайте с 11 прочитаем. То, что видишь, напиши в книгу. Пошли церквям. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос говорит со мной. И обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников подобного сыну человеческому, облеченного в падир, и по крестям опоясанного золотым поясом. И вот дальше идет описание. Описание того, каким является Христос. Представьте себе вот эту вот картину. Кто он? Он сын человеческий. Он одет в падир. Он припоясан поясом. У него белейшие, наверное, наибелейшие волосы. У него огненные глаза. Ноги его как медь. Голос как шумвод. Он держит семь звезд. Меч из уст его. И лицо как солнце в силе. И посмотрите в эту картину. Представьте. Закройте глаза. Представьте. Прозумышляйте. Какой же Иисус Христос? События, связанные с Иисусом Христом, они чаще всего связаны с Евангелиями. Когда мы читаем Евангелие, что мы видим в Евангелиях? Мы понимаем, что Иисус Христос, родившийся, младенец, был послушен. Жил обычной человеческой жизнью, можно так сказать, до определенного возраста. До его прихода на служение. Священное Писание говорит о том, что не было в нем ни вида, ни величия. Люди говорили, кто это? С пренебрежением. Да кто это? Это обычный человек. Не сестры ли его и братья его вот здесь посреди нас? Не знаем ли мы родителей его? Да вот же они его родители. Мы все это прекрасно знаем. То есть Иисус Христос не был такой привлекательной личностью. Недавно был опрос. Опрос заключался в следующем. Какой-то репортер ходил по городу и спрашивал. Скажите, с кем бы вы хотели иметь взаимоотношения? С ангелом или с бесом? И конечно же, к сожалению, большинство людей сказали, о, ну бес он более привлекательный. Там Люцифер, это красавчик. Да, как бы туда. И вот здесь вот противопоставление, что во Христе не было ни вида, ни величия. В то же самое время, въезжая в Иерусалим, Иисус Христос выезжает не на белом коне, а на маленьком молодом ослике. Символ смирения, символ кротости. Хотя люди кричат, асана, асана. Еще буквально мгновение, несколько дней, и Христа уже избивают, истязают. И на него уже становится не просто ни вида, ни величия, на него уже становится страшно смотреть. И вот этого Христа распинают и прибивают. По крайней мере, все четыре Евангелия, описывая жизнь Иисуса Христа, они представляют его таким пришедшим для того, чтобы пострадать и искупить человечество. Здесь же, в последней книге Библии, мы видим иного Христа, иного описания. Нет, это не другой Христос, но выглядит он по-другому. Сын Человеческий, это отсылка к книге Даниилу, 7 глава, когда Сын Человеческий подходит к ветхому днями. Одет он в падир. Падир – это слово, означающее одежда, которая допят, покрывая ноги, колени, лодыжки священника, потому что никто не имел права посмотреть на наготу священника. И вот Христос такой, никто не смеет посмотреть на наготу его. Припоясан поясом, он готов действовать, он готов судить этот мир, он готов осуществлять замысел Отца, так же, как он это делал в Евангелиях. Он имеет белые волосы, это символ святости его мыслей. Все мысли Христа святы, все мысли Христа направлены на то, чтобы исполнять волю Отца. Глаза его огненные, одним взглядом он может очищать, это символ очищения. Ноги его как медь, готовность исполнить приговор суда. Апостол Павел скажет, что блаженны ноги, обуты благовествовать мир, и в то же самое время мы с вами видим, что здесь уже ноги обуты не благовествовать мир, а уже совершать суд. Голос его как шум воды, готовность обличать этот мир в грехе. Он держит семь звезд, ангелы церкви под его управлением. Меч из уст его, готовность сражаться за правду и праведность. Лицо его как солнце в силе, и это источник святости. Вот какая картина предстает нам, когда мы размышляем об Иисусе Христе. В 12 стихе написано следующее. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос говорит со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников. Оборачиваясь назад, Иоанн даже видит не Христа, а вот это яркое свечение этих семи светильников. Яркое свечение – это свечение семи церквей, и Христос посреди этих церквей. Церковь и Христос неотделимы. Церковь находится во свете этих семи церквей, Христос находится во свете этих семи церквей, а церкви источают свет благодаря тому, кто посреди них. И это взаимоотношения. Невозможно отделить Христа от церкви. Да, я не говорю сейчас о храмах, я не говорю сейчас о куполах, я не говорю о зданиях, я не говорю о позолотах, или о домах молитвы, которые там имеют какое-то содержание, красоту или отсутствие таковой. Я говорю о людях, потому что церковь, экклессия, это люди, искупленные Иисусом Христом. И обращение к семи церквям, это обращение непосредственно к людям от Христа. И Христос находится во свете церквей, а церковь находится в источнике в Иисусе Христе. Светильники Моисея сделаны для скиней. Мы имеем представление еврейского семисвечника, когда семь свеч на одном стержне. Но здесь мы видим другую картину. Каждый светильник светит индивидуально, но в то же самое время источник один – это Христос. Это не подсвечник, но это нечто вроде масляной лампы. И каждая церковь светит по-своему, имея свои плюсы и минусы. Дальше используется слово «золотой», что этот светильник сделан из драгоценного металла. И на тот момент золото не было дешевле, чем оно сегодня. Даже было дороже. Золото всегда представляло собой ценность. И Иоанн говорит, насколько же это ценно. И вот он говорит, я вижу светильник, семь золотых светильников. Не просто каких-то, из чего-то там сделанных, не лучины он видит, а именно семь золотых светильников, вокруг которых находится Христос. И вот он видит первое видение. Посреди семи светильников, подобно сыну человеческому, облеченного в падир и по перстням, опоясанным золотым поясом. Посреди семи светильников Христос в центре церкви индивидуально и церквей как сообщности. Он начальник и управитель церкви. До этого мы говорили с вами, что Христос начальник всякой власти. И то же самое, Христос начальник и управитель всякой церкви. Подобно сыну человеческому, да, как было сказано, что это прообраз книги Данилы, когда сын человеческий подходит к верхому днями, к Богу Отцу. Он облечен в падир, это та одежда до пят. Это слово также используется в исходе, 28 глава, 4 стих, для обозначения пурпурно-синего верхнего облачения первосвященника, который достигал и его ног. Сейчас оно на Христе. Посланник евреям скажет, что он есть величайший первосвященник. Это слово также употребляется в Иезекииле 9, 2, где речь идет об одном из людей, посланных, отметить некоторых жителей Иерусалима перед разрушением этого города. Точно так же Иисус Христос, будучи первосвященником, имеет вот эту вот власть отметить своих тех, кого он искупил, своих тех, которые уверовали в него как в личного Господа и Спасителя. Это слово также, здесь можно отметить два акцента. На священническом служении Христа, его достоинство и его милосердие. Он, совершая священническое служение, он достоин как священник и он милосерден перед лицом неотвратимого суда. Он предстоятель за тех, кого он искупил. Вот таким мы с вами представляем обложку этой газеты, которую пишет репортер Иоанн. Таким мы представляем вот эту картину, открывая вот эту книгу, книгу Откровения. И таким на этой книге с первых страниц представляется нам автор. Самый главный автор всех событий, которые там описаны. Это Христос. Иоанн не автор, он репортер. Он описывает происходящее. Христос же есть автор. Кто он? Священник. Он сын человеческий. Как представитель всего человечества. Он священник, одетый в священническую одежду, как тот, кто способен и судить, и предстоять. Да благословит нас Господь. Веровать в Иисуса Христа. Веровать в Иисуса Христа.